Hi and welcome back to my channel! Меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео я научу вас как правильно использовать глаголы recommend и suggest в речи. Глаголы recommend и suggest вызывают множество трудностей, особенно у тех, кто изучает английский язык и кто пытается какие-то тесты сдавать. На вашем экране вы видите три предложения. Как вы думаете, какие из них правильные и где здесь ошибка? Можете поставить на паузу, если вам нужно больше времени. Итак, из трех предложенных вариантов правильный вариант последний. Давайте разбираться почему. Для начала давайте разберемся с определением слов suggest и recommend. Говоря в общем, suggest и recommend передают одно и то же значение. Basically it's the same thing. Когда вы кому-то что-то предлагаете, рекомендуете или советуете. Но есть отличия в оттенках. Suggest используется, когда вы говорите какой-то general advice, например. То есть вы как бы говорите, а человек сам уже решает, следовать вашему совету или нет. Это как бы не совсем такой, знаете, прямолинейный совет. Просто вы бросаете, как сказать, в воздух вот предложение и там уже кто хочет тот так делает. Вы можете заменить слово suggest на такие слова как say либо mention. Также слово suggest используется в речи гораздо чаще, чем слово recommend, потому что это такой, знаете, универсальный глагол. Recommend чуть более формальное слово и его используют, когда хотят дать совет, основанный на личном опыте. То есть слово recommend вы можете заменить словом suggest. Ну а так, в общем, опять же повторюсь, это одно и то же. Главное правило, которое я рекомендую вам запомнить, если трудно запоминать сразу, можете себе где-нибудь на бумаге написать. После глаголов suggest и recommend должно идти существительное. То есть можно рекомендовать книгу, ресторан, либо какое-то приложение, либо какое-то видео. Например, мое. Кстати, если вам понравилось данное видео или вы смотрели какие-то другие мои видео, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, конечно, ставьте лайк и задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Ссылку вы увидите на экране. Например, she recommended this book. Она порекомендовала эту книгу. John suggested an Italian restaurant for the party. Джон порекомендовал ресторан итальянский для вечеринки. Если вы хотите сделать отрицательное предложение, I don't recommend that app. I don't recommend that app. Я не рекомендую вам данное приложение. Если вы хотите сказать, кто кому что-то рекомендует, то достаточно после вот этого всего поставить to и местоимения. Например, she recommended this book to me. She recommended this book to me. То есть, вы to me ставите после существительного, но не наоборот. Наоборот, как раз это будет большой ошибкой, которую многие допускают. То есть, ошибкой также будет сказать she recommended to me. Либо ошибка будет сказать she recommended me this book. She recommended what? Задаете себе вопрос, что именно? She recommended what? И уже после этого можете ставить to whom? To me. Если же вы хотите писать какие-то действия, вам кто-то что-то порекомендовал сделать, то используется формула следующая. Глаголы suggest или recommend. Причем они могут использоваться как в настоящем времени, так и в прошедшем. Recommended, suggested. Так и в перфекте, например. Have, has, recommended, suggested. А вот вторая часть, так называемый that clause, придаточное предложение, that будет всегда в одном времени. Сослагательное наклонение, так как мы имеем дело. Сослагательным наклонением необходимо использовать глагол в словарной форме. То есть, это инфинитив без частицы to или первая форма глагола. И, опять же, так как это сослагательное наклонение, третье лицо единственного числа не имеет окончания s. То есть, мы ничего не меняем глагол. Например. I suggested that we wait for a while before jumping into conclusions. Вы можете вот это соединительное слово that убрать в разговорной речи. Кстати, так происходит очень часто. То есть, I recommended и убираем that. We wait for a while. Я предложил подождать какое-то время и не делать поспешных выводов. Выражение jump into conclusions означает делать поспешные выводы. Она посоветовала ему переписать диплом. Обратите внимание. She recommended that или может не быть that. He rewrite. Сослагательное наклонение. Ошибка будет написать he rewrite или изменить глагол, поставить that he rewrote. Несмотря на то, что в русском языке у нас во второй части прошедшее время. Также действие можно описать без помощи that clause. Мы берем глагол, ставим окончание ing, то есть, делаем из него герунди и говорим так же по образцу. Например. I recommend taking a break. Я предлагаю взять перерыв. She suggested seeing a doctor. Она порекомендовала или предложила обратиться к врачу. Выражение to see a doctor это сходить к врачу. Вы также можете сделать вопросительные предложения. Как правило, они используются, когда вы просите себе какой-то совет. И, как правило, эти вопросы будут начинаться со слов can, либо could. Например. Could you recommend a hotel in San Francisco? Не порекомендуешь какой-нибудь отель или гостиницу в San Francisco? Can you recommend a good restaurant in the area? Посоветуй какой-нибудь ресторан хороший поблизости. Либо вы можете использовать одно из вопросительных слов, таких как why, what, where. Например. Can you suggest where I could buy hundred roses? Слушай, не знаешь, где здесь можно купить сотню роз? Can, could. Можно использовать они взаимозаменяемыми. Помните, что could звучит вежливее, чем can. И к незнакомым людям обычно обращаются именно через could. И, чтобы окончательно вас запутать, вы можете, кстати, поставить местоимение после suggest или recommend. Например. Посмотрите на это предложение. She recommended me for this position. She recommended me for this position. Как вы думаете, почему здесь предложение? Оно написано правильно. Здесь нет ошибки. Дело в том, что в данном примере me это не местоимение мне, кому. Объектное местоимение. То есть здесь предложение переводится следующим образом. Она предложила мою кандидатуру на данную должность. То есть she suggested не мне, а she suggested меня. Она меня порекомендовала, вот чтобы меня взяли именно на этот пост. То есть такие тоже примеры бывают, поэтому обращайте внимание. Напоминаю, у моего канала есть инстаграм. Kirill's underscore English. Там вы найдете дополнительную информацию. И там, кстати, есть пост от 5 октября по этой теме, где вы найдете еще больше примеров. Я желаю всем отличных выходных. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok